Всем добрый день, друзья! Я очень рада видеть вас всех здесь. Сегодня я хочу вам рассказать о фрирайде и скильптуре в Болгарии. Прежде чем я начну рассказ, я хотела бы узнать, кто вообще из присутствующих был в Болгарии. Поднимите, пожалуйста, руку. Ну, достаточно много. Кто из вас, я так понимаю, все занимаются фрирайдом. Кто из вас уже занимается скильптуром и вообще знает, что это такое? Ого! Тогда, я думаю, вам будет интересно. Если где-то по ходу какие-то важные и нужные вещи, я забуду сказать. В конце, если останется время, вы сможете задать вопросы, либо в зоне бара я с удовольствием расскажу вам подробнее, потому что времени у нас не так много. Итак, начнем. Немножечко фактов и цифр о Болгарии. Болгария – это европейская страна, я думаю, все в курсе. Но приезжая туда, честно могу вам сказать, что создается ощущение, что ты дома, почти в России. В Болгарии используют кириллицу. И по моим ощущениям, Болгария первое впечатление произвела как большую деревню. То есть там все те же старые автомобили, которые у нас можно найти в России. Достаточно все просто, хорошая кухня, добрые, приветливые люди. Но попав туда первый раз, это было летом. Первое, на что мы обратили внимание, это совершенно уникальная культура в отношении гор. Люди с большой любовью относятся к совершенно различным активностям горным. И в Болгарии есть огромное количество горных хижин. Они работают как летом, так и зимой. И именно этот момент нас зацепил. И поэтому мы решили чуть подробнее узнать про Болгарию. Приехав туда и изучив возможности для скитура зимой. В Болгарии есть пять крупных мест для катания. Мы говорим о горнолыжных курортах, потому что это все-таки основная база. Самое крупное место, которое, я думаю, все знают, это Банска. Своего рода такой болгарский Куршавель. Но есть еще парочку небольших курортов по соседству. Вы все видите, я думаю, название Боровец. Мне очень понравился курорт Витоши. Он очень маленький, но очень уютный. И если вы едете туда на пару недель, в целом страна небольшая. Вы можете посетить практически все из них. Почему, собственно, Болгария? Первое, это европейский сервис и вполне гуманные цены. Возможность совместить катание на горнолыжном курорте и скит-тур сплетбординг. То есть это два в одном. Приезжая на курорт в Банском, у вас всегда есть возможность исследовать нацпарк Перин, либо уехать в нацпарк Ригла. Действительно потрясающие пейзажи. Я понимаю, что у многих Болгария ассоциируется в основном с летним отдыхом. То есть море, солнце и так далее. Но, тем не менее, наивысшая точка Болгарии почти 3000 метров. Это вполне серьезные горы с достаточно интересным ландшафтом, где можно найти от очень простых спусков до реально экстремальных. Большие перепады почти в 2 километра. И вариативность по погодным условиям. То есть если у вас идет снег, и верх закрыт, и у нас нет зоны видимости, то мы можем спуститься в зону леса. Он там представлен, я не знаю, порядка 5 или 6 различных видов хвойных. Я нигде не видела таких деревьев, просто потрясающих, очень красивых, разлапистых. И мы всегда можем найти как катание хорошее, независимо от того, что у нас за погода. Ну и, конечно, множество хижин. Причем, что такое хижина в понимании болгаров? Это не просто дом без электричества. Это полноценный отель, до которого нужно идти 2-3 часа на скейтуре, либо на снегоступах. В горах полностью отрезаны. Там может не быть электричество, но, как правило, оно есть. Там может не быть интернета, но будет спутник. В некоторых вам дадут чистое постельное белье, и будет горячий душ. Все это примерно от 7 до 15 евро с человека. То есть сравнительно с Европой, Швейцарией, либо Францией, где хижина стоит 60-70 евро, это неплохой бонус. При этом там можно заказать еду, вам не надо совершенно тащить с собой ничего. Вы идете налегке. Это очень сильно подкупает. Собственно, я немножечко расскажу подробнее о тех местах, в которых нам довелось побывать. Но страница Болгарии у нас только открыта, только началась. Потому что на карте в районе Банска мы насчитали более 15 действующих хижин. И, конечно же, нам еще предстоит немножечко изучить возможности этого региона. Они гораздо больше, чем я могу рассказать в течение этой презентации. Когда ехать за фрирайдом? Если вы отправляетесь в Болгарию, я вам советую выбирать либо февраль, либо март, потому что в январе очень часто там бывают проблемы со снегом. То есть даже на трассе Банска может не быть снега совсем, при том, что нижняя зона катания, она лесная. Могут быть не засыпаны какие-то деревья, ветки. Это может быть достаточно опасным. В конце марта могут быть очень неприятные дожди, причем до верха. И все это может очень быстро замерзнуть. Поэтому оптимально это где-то конец февраля, начало марта. Те сроки, когда туда стоит поехать. Но в целом в Болгарии достаточно комфортный климат. Он мягкий. И там нет такого, как у нас на Эльбусе, когда ты, я не знаю, в шереге же. Когда ты примерзаешь к подъемнику. Все достаточно комфортно по катанию. Много солнца и все это хорошо. Вот такие вот там замечательные виды. Ну, сразу глядя на эту картинку, я вспомнила о том, что, говоря про погоду, даже название некоторых мест, там Вихрин или еще, говорят о том, что в Болгарии бывает сильный ветер. И вот наверху вы можете увидеть застроги, достаточно все так хорошо задуто. Поэтому мы всегда с собой брали дополнительное теплое снаряжение обязательно. Сколько стоит поехать туда? Понятно, что у всех немножечко разные аппетиты. Да, но в среднем те цифры, которые вы видите, это некий средний ценник. Перелет Москва-Софии. Есть прямой рейс из Москвы. Можно с пересадкой к ЛМ. Мы летели через Амстердам в сутки. Вмечательно. Виза в Болгарии. В Болгарии можно ехать с шенгенской визой, если она у вас открыта. Но также в Болгарию можно сделать чисто болгарскую визу, если вы не собираетесь больше никуда. Причем через агентство это можно сделать без вашего присутствия, что бывает иногда удобно, если вы находитесь не в Москве. Дальше до Банска мы добираемся на трансфере. Но можно на самом деле доехать и на автобусе. Там есть отличная сеть автобусов. Единственное, что вам придется от аэропорта доехать до автовокзала на метро, что бывает не очень удобно с вещами. Такси обычное легковое стоит около 60 евро в одну сторону, потому что ехать туда 2,5-3 часа. Проживание в Банска тоже очень разнообразное. Есть совсем бюджетные варианты, при том, что они очень качественные. Это не проживание в Терсколе за 500 рублей в десятером. Это реально хорошие апартаменты с кухней. Средняя цена где-то в районе 15-20 евро с человека. Это за такой хороший номер. Подъемники в Болгарии дорогие, при том, что там бывают серьезные очереди. Для ски-тура этот пункт можно вычеркнуть. У нас сразу идет экономия. Питание в кафе 10-15 евро. Это прям хороший такой ужин. Мне кажется, взрослый мужчина будет точно доволен. При том, что кухня очень разнообразная, очень вкусная. Можно, если вы живете в апартаментах, зайти в магазин, обычно купить простой еды и приготовить себе самостоятельный ужин. И проживание в хижинах, в зависимости от места, в зависимости от того, в каком номере вы живете. Это будет двухместное какое-то проживание, либо вы будете жить в комнате, где 8 кроватей. Цена также будет варьироваться. Ну и, собственно, приезжая в Болгарию, я вам рекомендую начать катание в Банско, на самом курорте, чтобы немножечко раскататься, чтобы немножечко понять снег. Поэтому расскажу немножечко о том, что из себя представляет зона фрирайда и внетрассового катания в районе курорта. Курорт Банско расположен на высоте чуть больше 900 метров. И подъемник идет до высоты 2,5 километров. То есть это очень большой перепад, и снег лежит там донизу, что достаточно приятно. В верхней части открыты альпийские склоны с небольшими пихточками. Вот они где-то по пояс примерно засыпаются снегом. Вот, а внизу конкретный густой лес. Местами без выкотов, поэтому если вы собираетесь прокатиться где-то прям совсем далеко от трассы первый раз, я вам рекомендую это делать с гидом, потому что есть действительно неприятные сбросы. Далее. Сам курорт расположен на гребне, то есть канатка идет по его центру, примерно как на Чигете. И катание, весь фрирайд осуществляется либо на западную, либо на восточную сторону этих склонов. Либо с выкатом в канатки, либо примерно по аналогии с Чигетом вы спускаетесь на западную сторону и траверсом толкаетесь, выкатываетесь обратно в подъемнику. Соответственно, для сноубордистов вы либо отстегиваете одну ногу, либо толкаетесь палочками. Для лыжников проблем вообще никаких нет. В день можно сделать 3-4 хороших спуска. Причем нам очень повезло со снегом в прошлом году, вывалила практически годовая норма осадков прямо перед нашим приездом. То есть мы приехали, легли спать, проснулись, у нас полтора метра снега было, машины были засыпаны. Вот. Верхний работал какое-то время, и мы вот катались по кустам в основном. Вот. Вот так выглядит схема, которую вы можете найти в интернете. Соответственно, вы видите, что основная зона канаток идет по гребню, да, и западные склоны налево, если смотреть от канатки, это основная зона фрирайда. От верхней станции можно прогуляться наверх до вершины Тодорка, 2700. Небольшой бэк-кантри-погребник, как правило, если нет большой лавиной опасности, там протоптана тропа. Вот. И, соответственно, у вас есть отличный вариант спуститься по хорошему куску целины в ближайшей зоне от подъемников. На западном склоне оборудованы газексы, да, но я бы все-таки рекомендовала вам быть осторожной, если вы первый раз приезжаете в Болгарию покататься, просто потому, что там нет лавинного бюллетеня, несмотря на то, что это Европа. Вот. И, как таковое, нет лавинной службы. Да, то есть они стреляют из этих газексов, когда совсем все плохо, вот. Но, в целом, пока эта культура, так же, как и в России, там развивается, да, поэтому будьте внимательны и осторожны в этом смысле. Если вы хотите прокатиться, ничего страшного, если вы сделаете не первый, а второй слех, да, и кто-то местный съедет, проверив склон из-за вас, вот, не сильно вам испортит катание. Вот так это все выглядит вживую, да, то есть вы видите, что рельефы там просто очень интересные, вот, и достаточно разнообразные. Вот про эту зону я расскажу отдельно, потому что это зона уже бэк-кантри, и внизу этого склона есть отличная хижина, про которую я так же вам расскажу дальше, да, но катание первый день на курорте даст вам возможность еще осмотреться, да, то есть увидеть те возможности, которые вы можете исследовать в последующие дни. Ну, и, собственно, западные склоны Банска выглядят вот так. Это хижина Вихе. Вот. До нее можно либо скатиться с курорта, вот здесь вот заканчивается канатка, да, то есть все вот эти кулуары, на самом деле отсюда они, может быть, выглядят пологими, но здесь перепад почти километр, то есть это, грубо говоря, северный цирк Чигета, такой вот маленький, замечательный. Некоторые кулуары вот в этой зоне не всегда бывают прыжными, да, здесь надо осторожным быть, вот, но в целом вариантов для впуска очень много и у вас всегда будет возможность найти отличное поле без следов, даже через неделю после того, как был последний снегопад. Ну, и, собственно, отсюда дальше можно увидеть, что скатившись вот сюда вот, вы отлично возвращаетесь обратно на курорт, и чем дальше вы заходите, тем сложнее вам будет, ну, чуть дольше будет вернуться. Вот. Едем дальше. Карта региона и описание маршрутов. Прежде чем я буду рассказывать о скитуре, сразу хочу вас предостеречь о том, что, надеюсь, что вы все понимаете сложность и серьезность катания бэк-кантри, что все вы имеете достаточный опыт, нужное снаряжение, лавинное, да, прежде чем отправиться сюда, вот, и компанию друзей, в которой вы будете чувствовать себя в безопасности. Вот. Ну, собственно, это ближняя зона с курортом Банская, и это далеко не единственное, потому что если карту расширить, вы увидите, что вот это вот все можно помножить на 3-4, и возможностей гораздо больше, просто, ну, я не все смогу вам рассказать. Вот сам поселок Банска, да, от него мы видим канадку, здесь отмечены варианты фрирайда, и уже отсюда вы видите, что у нас есть три хижины. То есть, фактически, мы можем совместить день катания с днем заброски в хижину. Также отсюда мы можем прогуляться по гребню вот сюда вот, и скатиться до хижины Демианицы. Кроме того, рядышком есть еще одна замечательная, можно сказать, деревушка и курорт, который называется Добрянище. Здесь есть подъемник, он представляет собой две очереди кресельной канадки. Нижняя очередь парнокресельная, вторая это однокресельная, и там можно кататься. То есть, под этой канадкой совершенно фантастический лес, просто, ну, не знаю, ну, конечно, не краснополянский, но хороший, интересный, и вдоль канадки вы можете отлично кататься. Вот, и, соответственно, у нас есть хижина Бейсбок. Вот здесь она расположена. И еще одна большая зона катания в районе этой хижины. То есть, вы можете кататься на канадке, вы можете из хижины ходить скитур, да, и у вас достаточно много различных вариантов. И еще одно место, про которое я хочу сказать, это Разлог. Отсюда идет еще одна дорога в сторону хижины Явров. И это место интересно тем, что вот эта вот зона катания, она в основном лесная. И когда у нас наверху непогода, либо снег не очень стабилен и устойчив, мы можем отлично переместиться в зону катания леса и найти здесь достаточно интересные варианты для катания. Вот, теперь чуть подробнее о каждом из этих вариантов. Начало про снаряжение, да, ребят? Когда я говорю про скитур, ну, я просто видела, сколько рук в зале было. Вы все достаточно в теме. Но, тем не менее, что мы понимаем под скитуром? Я сноубордистка, поэтому я хожу скитур на сплитборде. У меня есть доска, которая разделяется на две половинки. Крепления, которые переставляются. Внизу наклеен такой же камыс, как и на лыжи. Телескопические палки, лавинный рюкзак. Обязательно пуховка, потому что бывает ветер. Гортекс. Ну и может быть какая-то поддевка. Естественно, все лавинное снаряжение обязательно. Бипер, щиплопата, обсечка. Рации. Да, это то снаряжение, которое вам понадобится для того, чтобы ходить ски-тур здесь. Вот это, кстати, зона канадки. То есть вот здесь заканчивается Банска. Когда я говорила вам, мы с Банска сбоку. Вот отсюда был вид на тот склон, где я сейчас нахожусь. Итак, хижина Безбок. Всего в получас езды от Банска, вы можете найти без проблем трансфер, находится курорт Дубринище, который является исходным пунктом хижины Гоцы, Дельчев и Безбок. Само по себе катание в районе этих хижин очень вариативное. Там есть варианты для человека, который первый раз пробует фрирайд. Да, вот прям совсем простые. И при этом есть варианты очень сложные для людей, которые готовы ходить полтора километра вертикально в день и больше, для того, чтобы найти интересный снег, интересный рельеф. При этом каждый день вы возвращаетесь обратно в хижину, вы кушаете вкусную еду, которую для вас приготовили. Полтора километра это вертикальный? Да, да, полтора километра это вертикальный перепад. Мы всегда в сфитуре используем именно этот показатель. Вы вернулись, приняли душ и на следующий день повторили. Вот, собственно, прямо за спиной у меня находится хижина. Я не успела найти для презентации хижину Безбок, но если вы поищите в интернете, вы увидите, что это огромный отель, где-то примерно 7 этажей. Вот, то есть, ну, назвать его хижиной в моем понимании как-то немножечко даже странным было бы. Вот, там очень популярен скитур, очень много групп французов, швейцарцев. Вот, со всей страны можно встретить людей. Вот, при том, что, ну, из Безбока можно сходить достаточно безопасные маршруты по гребню, вот, которые в целом вы сможете сами проделать без гида. Вот, ну и, соответственно, впереди у меня вот такой интересный рельеф. В этой хижине каждую весну проводится бэк-кантри-фестиваль. Местные ребята делают сплитборд-фест, если кому-то интересно, потом расскажу, как туда попасть. Вот, и они все вот это вот в количестве 100 человек выкатывают. Да. А если у них настолько популярен скитур, у них, видимо, есть какие-то гайдбуки по курортам и по маршрутам? На самом деле в Болгарии, самой Болгарии, такое количество населения, что скитур там, ну, во-первых, это дорогая все-таки история для болгар. Да, то есть среди местных он не очень популярен. Приезжают в основном люди европейцы из стран ближайших для того, чтобы какой-то экзотики попробовать, когда они у себя дома накатались, или когда у них все уже искакано в бугры, даже там, где скитур. Они приезжают в Болгарию. Вот, поэтому я не могу сказать, что популярно сам скитур. Для меня загадка, почему там столько хижин, но, видимо, они все-таки связаны с тем, что в Болгарии там летом очень много людей ходят в горы, да, и они плюс еще работают зимой. Но для меня это реально загадка. Откуда там это? Вот, ну, немножечко фото от Вероники Верлана. Вот. Ну, и, собственно, здесь очень хорошо видно, как быстро портится погода в Болгарии, да. То есть на предыдущих фотках это все фотки одного дня. Вот, достаточно быстро может налететь непогода, и все это может очень быстро испортиться. Это маршрут из хижины Безбок в сторону вершины Плежан. Ну, и, собственно, вы можете вот это вот все замечательное, просто вот нетронутая скатиться пару раз в день и на следующий день повторить. Вот. Единственный нюанс хижины Безбок, если вы собираетесь сюда приехать, так как там есть горнолыжный курорт, нужно заранее бронировать место, потому что это очень популярное место в Болгарии, и туда приезжают люди, которые просто хотят покататься на канатке, да, поэтому там просто может быть все занято. Точнее, когда ты звонишь, они говорят, что занято, приходишь, на самом деле места всегда есть. Ну, вот особенность. Местные люди не говорят на английском, но по-русски хорошо понимают, и с ними лучше общаться именно на русском языке. Следующая хижина, одна из моих любимых, это хижина Вихрен, да, до которой можно добраться из Банска. Вот, на самом деле, по комфорту она на третьем месте у меня в моем хит-параде хижин, потому что это единственная хижина, где нам не выдали постельное белье. Там были одеяла, совершенно замечательная кухня с камином. Вот, можно было достаточно разнообразно заказать по меню еду, купить местного вина. Вот, но, вот, да, простыней не дали. До хижины Вихрен можно добраться, доехав до верха гондолы на курорте Банска, на машине, и уже оттуда пойти на скит-туре. Причем часть этого маршрута вы идете по трассе, вот, и часть, ну, да, придется немножечко поторопить. Вот, с особой осторожностью после свежих снегопадов, потому что прилегающие склоны к этому маршруту могут быть лавиноопасны. Да, то есть, нужно либо чуть-чуть подождать, либо соблюдать меры безопасности по передвижению. Ну, собственно, это я называю мечтой фрирайдера. Когда ты попадаешь вот в такое вот красивое место с огромным потенциалом в плане катания, да, то есть вы видите здесь, в общем, не так много следов, можно сказать, все наши. Вот, и все это, ну, где-то, наверное, неделю после снегопада, да, то есть вариантов очень много. Вот, сделав один раз маршрут наверх, на перевал, вы можете отлично уходить в сторону и найти там что-то такое уже совсем интересное. Вот, ну, и, соответственно, спуски. Вот, вот это все, вот здесь видно даже наши следы, вот это все, это зона скитура. При том, что маршруты позволяют подниматься наверх по гребню, да, это достаточно такой хороший вариант, если вы не уверены в снеге, потому что снег в Болгарии бывает сложным, и мы перестраховывались немножко только приехав, еще не совсем поняв, как это работает, мы выбирали для подъема исключительно гребневые линии. Вот, такой там снег. Здесь, кстати, видно на этой фотографии, что здесь вот такие лбы, они на самом деле ледяные, потому что сначала мы приехали, выпало полтора метра снега, после этого до верха прошел дождь, вот, а после этого выпало еще какое-то количество снега, и все это в течение 10 дней, вот. Ну и тоже видно, что какое-то влияние ветра здесь везде, оно есть, да, поэтому достаточно осторожно. Еще немножечко вариантов скитура из хижины вихря. Вот сюда вот вы можете попасть на перевал, здесь их по периметру 5 штук, да, в целом перепад высоты где-то 900 метров, и все эти маршруты позволяют делать кольцевые маршруты. То есть вы можете подняться, например, как я сейчас иду, на вершину вихрина, причем подняться с одной стороны, а спуститься с другой стороны, да, то есть посмотреть сразу все, и это очень красивые маршруты. Следующая хижина, так, про которую я говорила, это хижина Яворов лесная. Ну, тоже, сами видите, хижина, это, конечно, хижина, но по мне так это вполне комфортабельный отель. В хижине Яворов нету телефонной связи, не работает интернет, но у них работает спутниковое телевидение. Там постоянно есть смотрители, которые вас накормят, вот. Ну и, конечно, хижина очень комфортная, безумно красивое место, просто, ну, вот, пожить даже там, даже если вы не супер какой-то крутой скитурист, а съездить, вот просто ощутить вот эту природу дикую, да, потому что, чтобы добраться сюда, вам придется протопать 2 часа пешком, да, туда можно заехать на снегоходе, и продукты они забрасывают на снегоходе, но в целом мы, вот, пока мы там были, видели, ну, наверное, человек 5, которые туда заходили зимой, да, то есть такое уединение, уют, и очень красивое место. Вот, отсюда также открывается достаточно большая зона альпийская, но, так как яблок находится внизу, чтобы добраться до альпийской зоны, вам придется набрать больше километра высоты. Ну, основное катание, оно вот такое, лесное, да, и сюда можно смотаться, если у вас, допустим, лавинная опасность пятерка, как у нас она была. То есть в любом другом месте, если вы поехали кататься, и у вас лавинная опасность 4 или 5, то вы сидите дома, потому что скитур в данном случае является слишком опасной. Здесь же вы можете вполне спокойно, по гребну, в лесу, подниматься наверх и кататься. Вот такие там деревья. Не могу сказать, что лес простой, местами он достаточно густой и крутой, но катание интересное. Вот, и наверху выходя, ну, на самом деле, Леша поднимается по гребню исключительно, да. Наверху, как только все это открывается, там совершенно фантастические горы, и ни с чем не сравнимый рельеф. То есть я не могу сказать, что это похоже на Дамбай или наш Кавказ, и это не похоже на Альпы. Там есть какой-то свой такой очень специфичный рельеф, очень красивый. Может быть, немножко похоже на Словению, Неврианские Альпы. Вот. Вот такое катание в лесу. И вот такие вот совершенно фантастические пихты, просто, не знаю, фантастика. Вот. Ну, собственно, пожалуй, все. Я постаралась как можно более емко рассказать вам про Болгарию. Если у вас есть вопросы, спрашивайте, я постараюсь ответить. А есть какой-то ресурс, где хижины все эти представлены в интернете? Нет. А как их искать вот в интернете? На карте. На карте, да? А на какой карте? На гугле есть прям вот отметки? Вопрос. Вопрос. Скажи, как вы туда попадали? Мы общались с местными ребятами. Очень много информации нам дали друзья, которые русские, но которые живут в Болгарии. Да? То есть они рассказали нам о этих хижинах. Ну, если брать карту-схему, та, с которой я брала, собственно... Сейчас, 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 сейчас. Вот эта вот карта, да? Ее можно найти в интернете. И здесь, если вы посмотрите, все хижины, они отмечены. Но в Болгарии проблемы с картами, я вам честно могу сказать, с описанием маршрута тоже. Я думаю, что если вы подгрузите в Google Earth OpenStreetMap, либо возьмете ViewRanger и загрузите в приложение, там эти хижины есть. Да? То есть все эти маршруты на OpenStreetMap, приложение Osman Plus, они есть. Да? То есть это без проблем. Вот. Но в целом все, да, гуглится, конечно. Нету скулят-борда и есть снегоступы. Можно ли путешествовать на снегоступах? Я думаю, что можно, но... Учитывая, что там достаточно большие перепады, в тысячу, там, больше, да? Для того, чтобы реально не просто походить, погулять, а покататься. Все-таки приятнее, когда тебе не надо нести тяжелый рюкзак, да? А в случае снегоступов ты борт тащишь на рюкзаке. Заброски снегоступов сколько будет стоить? Там нет такой услуги. А если договорить себе облизительную цену, это не точно? Мы пытались договориться с местными, но местные там гоняют в удовольствие. И пока, как коммерческую услугу, мы не смогли найти вариантов заброски. Вот, к сожалению. Гиды там есть вообще или с самим все? Что? Гиды есть или с самим все уходить? Ну, в Болгарии нету пока международной сертификации. Есть местная сертификация гидов, да? То есть, как бы, болгарская сертификация. Вот, все это есть в интернете. Ну, и в конце февраля в этом году мы планируем туда вернуться снова. Да, и если у кого-то появится желание, я буду рада пригласить вас с нами. Вот, еще раз прокатиться по этим местам и, возможно, открыть какие-то новые. Вот, так что приглашаем. Да, у нас программа, которая включает все эти места и еще кое-какие дополнительно. А на контакте какие им дайте? White Pigs. Все программы есть на нашем сайте. Сайт наш называется White Pigs. Вот даже, наверное, сейчас перемотаю на начало. Вот здесь и такой есть логотипчик. Вот, и эта программа есть на сайте. Было тепло? Было такое, что потерял снег в марте? Да. Да, был момент, когда мы были в Явров, так как это низко уже. Внизу снег уже в середине дня становился тяжелым. А что говорят местные? Вам повезло снегом или это был такой год с холодным? Нам говорят, что был очень снежный год. Но мои друзья говорят, что именно в конце февраля для Болгарии, для Банска достаточно характерные, сильные, обильные снегопады, да, то есть... Но не оттепельные. И оттепели тоже могут быть, к сожалению, да, потому что высоты до 3000. Там бывает такое, что с моря приходят очень теплые воздушные массы, и так как нету большого барьера, да, который бы останавливал это. Просто ветер может очень быстро все поменять, и может идти до верха дождь. И мы на себе испытали это, да, то есть погода капризная. Так, ребят, у меня есть для вас, на самом деле, каверзные вопросы. Вы уж простите, других у нас нет. Вот. Которые я хочу задать, и у меня есть сертификаты, которые я дам тем, кто ответит на эти вопросы. Если, конечно, у вас вопросы закончились. Все. Итак, ну, так как я гид-сноубордист, мой первый вопрос. Кто был первым гидом на сноуборде, получив международную канадскую сертификацию? Кто знает? Алекс Кузнецкий? Россия? Нет, нет, вообще в мире. А, этот... Как? Гугл! Так, ладно, едем дальше. Первый сноубордист, спустившийся на сноуборде с Эвереста. Лозо? Кто? Лозо? Лозо нет, он, во-первых, не сноубордист. Во-вторых, не спускался с Эвереста, насколько я знаю. Провал. Просто провал. Ладно. Самое снежное место в России? Ачишко. Мамай. Кто сказал Ачишко? Я. Есть. Молодец. Снежное? Самое снежное место и место с максимальным количеством осадков в России – это Красная Поляна, гора Ачишко. Кто является основателем Freeride World Tour? Компания или человек? Человек, имя. Ладно. Первая компания, сделавшая сплитборд. Войли. Кто сказал Войли? Сказал Войли. Ну ладно, ладно, я первую. Спасибо. За Крей Келли. Нет, Крей Келли не получил, к сожалению, своего сертификата и погиб до этого момента. Но он был основателем. Какая гора изображена на логотипе North Face? Халвдом. Ты знал. Вес одного кубического метра снега. 300 килограмм. Пилка? От 150 до 300 килограмм. От 40 килограмм. Кто был ближе, прям даже не знаю. Кто сказал от 300? Ладно, давайте девушке отдадим. На самом деле от 200 до 950. Очень мокрый снег. Солеты вас закатают почти тонны снега, а всего 1 кубометр. Ну и напоследок, основной критерий судейства фрирайда. Первый и самый важный. Безопасность. Безопасность. Кричность. Скорость. Это среди или новое. Выбор линии. Ну ладно, давай. Линия. Что же делать с двумя другими сертификатами? Ладно, кто мне скажет название курортов, кроме Банска? Хотя бы еще один. Павкорова. Ладно, давайте, кто сказал первый Боровец? Это точно нет. Ну кто? Да, вот здесь он. Ну давай. Спасибо. Что-то еще такое коварное. Как будет по-балкарски гречка? Ну так кто знает, как по-балкарски гречка? Сначала был по-балкарски. Болгарски? Болгарски. Болгарски или болгарски? Болгар... У нас речь-то о Болгарии. Ну что, ребят? Пойди. Кто быстрее, кто быстрее? Кто быстрее? Кто быстрее на любви? Время еще есть. Нету вариантов? Нет? Гречка? А у вас что значит такое? Гречка? Да. Ну это крупа такая. Я посмотрела елда. Есть ответ уже. Вот. Где? Я посмотрела елда. Это все, что надо знать про Болгарию. Ладно, ребята, спасибо большое. Я передаю слово следующему лектору. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Спасибо вам за то, что пришли послушать. Спасибо. Спасибо.